Девушки отдыхают Мирно известная песня Слушайте, ну на самом деле она звучит практически Я вот знаю, мне даже знакомые говорили В разных концах земного шара Да, это правда Это вот абсолютно правда Маш, да, это чудо И я тоже, можно? Прямо сейчас И я Опа Вот так вот мы сделали Мы стукли друг другу ладошками В гостях у нас две Маши Доброе утро Доброе утро Маша Зайцева, Маша Шейх Слушайте, вы одни из немногих артистов Артисток, у которых есть уже свои места Вы даже не спрашиваете, куда садиться Да, да, да Как-то так вышло, да Мы всегда рады вас видеть Сегодня, кстати говоря, но мы так вот решили, что сегодня у нас премьера песни «Красное-белое» на клип Но на самом деле он у нас уже крутится где-то недельку с копеечками Но поскольку вы все у нас так вот официально в гостях Топ-премьера Да, мы будем считать, что сегодня такая топ-премьера этого клипа и этой песни Слушайте, я хотел спросить О чем мы с вами говорили-то? Хорошая же тема была По поводу концертов Я хотел, чтобы вы напомнили У вас же большой концерт осенью будет Будет, да По случаю нашего трехлетия Уже даже не верится 13 октября в концертном зале «Арбат-холл» в Москве пройдет наш большой сольный концерт С нашим прекрасным составом музыкантов В общем, мы всех очень ждем Приходите Билеты уже есть в продаже Кстати, сейчас летняя акция на танцпол, друзья Что немаловажно Так что имейте в виду Это самые козырные места Это танцпол Вообще, мне кажется, танцпол это самое классное Где можно наблюдать концерт По крайней мере, если я хожу на какие-то большие концерты Я предпочитаю идти прямо вот в гущу событий Слушайте, Маша, а давайте вот подробнее поговорим о концерте Вообще, что это будет? Сколько будет продолжаться музыкант Как это будет вообще? Да, конечно, с музыкантами С полным составом музыкантов будет продолжаться Большие сольные концерты у нас до полутора до двух С перерывчиком? Нет, конечно Как зарядили, так поехали Конечно же, будет материал с двух альбомов, которые уже существуют И готовим сейчас новое, само собой И будем презентовать на концерте новые песни Слушайте, вот вы сказали три года, вам не кажется, что время прошло как-то очень быстро и незаметно? Очень Это просто даже в голове не укладывается Потому что у меня такое ощущение, что это был совсем недавно Вот старт, да? У меня в памяти, да Как вот мы первый раз к вам пришли И вы нас позвали как-то так Вот нас поддерживали с самого начала А вот насколько сильно изменилась ваша, ну, понятно, не лично, а жизнь как творческих единиц, как больших артистов уже, да, вот за эти три года? Ох, вы знаете Я понимаю, что вы Самое главное, что мы продолжаем гореть своим творчеством Это самое главное, потому что мы пишем все песни сами И на самом деле вот это самое важное, чтобы мы этим горели, мы этим жили А так оно и происходит, и все это на самом деле усиливается, потому что мы видим приток слушателей И причем он не только уже в нашей стране действительно А нам присылают видео из Майами, из Торонто, из Тель-Авива, где люди отдыхают под нашу песню «Босая» Ну, то есть это правда, это какая-то фантастика, мы радуемся как дети Да, «Босая» сейчас стала вирусной действительно песней по всему миру Абсолютно Причем мы выпустили ее год назад Да, вот я тоже хотел сказать, что песня уже, ну, не скажем старая, но она уже так уже Да, и это вот оно, сарафанное радио, то есть вот как раз, мне кажется За год она раскачалась, благодаря, в принципе, слушателям Да, слушателям Ну, это есть такое хорошее русское слово «поперло» Вот оно, вот хорошее русское слово, да Друзья, две Маши у нас в гостях, я сразу скажу Во-первых, к вам уже много сообщений всяких разных Это куча приятнейших смайликов, там, сердечек вот этих всех Рожицу улыбающихся и так далее Друзья, сообщения, комменты, ну и, конечно, вопросы для Маши можете присылать прямо сейчас Плюс семь, девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь, один восемьдесят девять И девять, это наш ватсап, вайбер, смс-сообщение тоже туда можете присылать Ну и плюс ко всему, как я уже сказал, есть у нас в группе ВКонтакте специальный пост Он закреплен, вот так он выглядит на всех случаях Вот здесь собачка у вас там с фигулом Мы скоро продолжим Ну ладно Друзья, еще раз доброе утро, телерадиоканал «Страна.ФМ» Две Маши у нас сегодня в гостях Доброе утро, друзья Маша Шейх, спасибо, что прислили Всегда вас приятно видеть, приятно слышать и приятно видеть Спасибо большое, обменялись комплиментами, как без этого Слушайте, давайте вот вопрос у нас есть, Наталья прислала Привет Маше, пишет она Очень нравится ваша песня «Звезды» Ой, спасибо большое Планируете ли в дальнейшем на нее клип Или может концертную версию этой песни Спасибо вам за творчество, жду встреч 7 октября Ну естественно концерты Очень хочется, спасибо за вопрос Очень приятно, что вам нравится эта песня Мы тоже ее очень любим Особенно мы любим ее исполнять на живых концертах У нас есть такая традиция, люди включают фонарики на своих телефонах У нас образуется такой прямо космос Это очень красиво, особенно на больших концертах И да, мы очень хотим снять эту песню Мы не раз уже думали начать снимать клип на эту песню Как-то все откладывалось, я думаю, что Конечно, у нас просто такое количество материала, что мы не успеваем сами за собой Вот я как раз об этом хотел спросить Как поступает артист, ну в данном случае вы, да Когда песен огромное количество, записанных уже И вот как происходит решение, на какую песню нужно снимать клип Вы учитываете как-то мнение друзей, коллег по цеху и так далее Или сами принимаете решение? Нет, мы сами Ну мы сами, но это интуитивно То есть ты знаешь, на какую песню сейчас лучше Снять клип именно на эту песню Ну то есть Наташу мы можем порадовать, что возможно в ближайшем времени Да, мы об этом думаем Да, мы вот просто конкретно недавно говорили про эту песню Так что Наталья нас интуитивно чувствует Это бы прекрасно, да Ну и еще раз, друзья, напомню Плюс 7909-928-189-9 Это в WhatsApp и Viber И у нас есть группа ВКонтакте И тоже можете задавать свои вопросы Слушайте, по поводу песни Примеры, ну якобы премьера, да Будем считать, что официальная премьера сегодня Красное-белое Расскажите об этой песне Мария У вас же тридцатурно все происходит Маша Шейх это текст Да Ну как правило, да Да, да, всегда А Маша Зайцева это все-таки музыкальная составляющая песни Здесь же было то же самое или как-то Совершенно верно, то же самое, да Была, появилась, по-моему, появился припев изначально По-моему, тоже Красное-белое Причем он тоже у меня появился очень давно Вот я, кстати, с недавнего времени Начала записывать, наконец-то, где я написала песню При каких обстоятельствах Да, что, может быть, меня вдохновило В каком это было городе Потому что мне само действительно интересно Почему это произошло, почему эта песня Так как я сейчас про песню «Красное-белое» Опять не могу вспомнить, почему и как я ее написала Но я помню, что припев у меня лежал написанный Какое-то время И потом я вернулась к нему и дописала куплеты То есть так у нас родилась эта песня Маша написала музыку И хочется очень отслеживать этот процесс Где это появляется и почему Маша, а скажи, пожалуйста К Маше Шейх обращаюсь сейчас Друзья, кто нас не видит, а слышит А скажи, такой интимно-творческий вопрос у меня Да Бывает ли такое, что вот, допустим, у тебя родился какой-то припев Ты считаешь, что он прям вот хитовый вообще Ты приходишь и говоришь Машунь, посмотри, пожалуйста А Маша Зайцева тебе говорит Да слушай, ну что ты Ну, хорошие песни, конечно Но, может быть, что-нибудь другое придумаешь Ну, я не знаю, Маш не даст соврать Мне кажется, такого не было Нет, чего-то такого категоричного не было У нас бывает так, что мы друг другу помогаем То есть я говорю, Машуль, я бы вот здесь вот там Другое слово поставила Маша говорит мне, Маш, вот давай по музыкальной части Ты чуть-чуть подкорректируй То есть это все равно какой-то такой процесс Двойной, скажем так Но я не помню, чтобы я Маше сказал, что какая-то фигня И вообще забудь Нет, такого не было Заметьте, про слово фигня я вообще ничего не говорю Ну, будем называть вещи своими именами Давайте прервемся ненадолго, друзья Две Маши у нас в гостях Скоро вернемся и продолжим Утро страны На телерадиоканале Страна ФМ Телерадиоканал Страна ФМ Две Маши у нас сегодня в гостях Маш Зайцева, Маш Шейк Еще раз доброе утро Доброе утро Слушайте, вы не первый раз, что у нас Вы же практически как дома Мне кажется, можете не уходить Да, как дома Слушайте, откуда у вас хватает столько сил? Я клоню к тому, что вы же по-прежнему, насколько я знаю, без продюсера Да, все верно Без человека, который вас направляет Без людей, которые вкладывают какие-то деньги в вас Да, по-прежнему это так Хотела сказать, оно само, ну не само, благодаря вам, конечно Не тяжело, не пришли ли вы к тому моменту, когда уже вы можете сами себе сказать Ну, все уже, надо как-то, как называется, делегировать, да, какие-то вот всякие там штуки самые сложные Каким-то другим людям, а самим заниматься, вот, нет? Нет, все, что касается творчества Определенно, это мы с Машей И мы друг друга вдохновляем И, собственно, нам для этого никто не нужен То есть есть какие-то моменты, например, административные, да Это чуть-чуть другой момент Но это не творчество уже Да, не творчество А все, что касается того, что мы поем, как мы выглядим Это все только мы И никто не может на это посягать Слушайте, у нас совсем скоро будет, ну, как мы говорим, премьера сегодняшней песни Официально с вашим присутствием здесь уже Ну, давайте сейчас сделаем неожиданный поворот Мы, правда, когда-то давно, еще несколько, 15 минут назад говорили А может быть, мы сейчас акапелку все-таки как-то Красное-белое? Может быть, мы сделаем Красное-белое, да? Да, давайте Давай, маршруточка Красное-белое, я твоя смелая Что же наделала опять? Белое-красное, снова опасная Сегодня ночью не буду спать Браво! Браво! Аплодисменты должны быть бурные, ну, мальчик Вот! Они пошли, аплодисменты вам не слышно Вопросов куча, смотрите, вот Вот, вот, вот что вам приходит Так Целое полотно практически, но будут даже непорядку, наверное, вот по последней сообщению, которое пришло Пишет Алина, а нет, пишет Кейт Кейт Гусева Не знаю, знаете вы или нет Доброе утро, Маша! Совсем недавно узнала о вашей группе и была приятно удивлена Спасибо вам за ваше творчество, песни, музыку, ваши песни прямо в душу и в самое сердце Спасибо большое Ну, это естественно Очень хотелось бы узнать, насколько вы амбициозны Я думаю, что каждый из Маш может ответить на этот вопрос Например, приняли бы вы предложение представить нашу страну на Евровидение, если бы такое поступило Уверена, ваш дуэт был бы тепло принят зарубежной публикой Ну, два вопроса были, да, по поводу амбициозности вашей Да Кто первый начнет? Да и да Ответ на оба вопроса Да, я тоже присоединяюсь Мы амбициозны, я считаю, это очень хорошее на самом деле качество Если ты хочешь развивать какую-то свою цель, какую-то мечту, конечно, должны присутствовать амбиции Что касается Евровидения, то мы бы с удовольствием представили нашу страну Более того, когда мы снимали клип «Красное-белое», мы были в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке И мы ставили там нашу песню «Босая» И могу сказать, что даже на русском языке, у нас есть аналог на английском, на эту песню очень хорошо реагировали На русском языке в том числе И далее мы тоже показали наши песни нашим англоязычным собратьям И могу сказать, что очень хорошо реагировали на музыку Прямо-таки, прямо очень Ну, то есть, если, грубо говоря, завтра вам позвонят и скажут Маше, а не хотели ли бы вы поучаствовать, ну, там, пока в отборочном, да, конкурсе? Да, конечно, конечно, почему нет? Я думаю, что и победили бы, мне так кажется Ну, спасибо Слушайте, по поводу клипа, давайте, вы же в Нью-Йорке снимали его, да? Вы приехали специально туда или приехали по каким-то другим причинам, а потом сняли клип уже? Нет, мы приехали специально туда снимать клип Почему Нью-Йорк вообще? Давно очень хотели Потому что режиссер Машина знакомая Карина Кэндл Да, живет сейчас там И, собственно, мы давно с ней хотели поработать Вот, и получилось так, что И мы хотели очень в Америку съездить И, соответственно, все совпало Поехать в Нью-Йорк, и там нас ждет режиссер Все, карты легли Все, мы поехали, да Но это же еще какая-то совершенно другая обстановка Потому что многие, в особенности творческие люди, артисты, говорят, что Нью-Йорк это особая магия Особая атмосфера, особое волшебство Это, конечно же, музыкальная столица всего мира Это огромный бальзам вообще на душу Ты можешь зайти в любое заведение и услышать там таких музыкантов, такую музыку Я вот зашла, и просто у меня слезы полились рекой Потому что я вообще выросла на черной музыке Я из джаза Вот, поэтому для меня это было такое путешествие во что-то невероятно красивое Ну, клип мы посмотрим чуть позже на песню А вот смотрите, да, Наталья пишет спасибо, буду ждать клип Она все-таки вот услышала, и я думаю, что вы ответили полностью на вопрос Друзья, две Маши у нас в гостях, доброе утро, скоро продолжим Давайте, Маша, наверное, все-таки огромное количество Сейчас за эфиром вам говорил, да Спасибо за время, наши рабочие будни стали гораздо ярче Спасибо Без пот, просто вот человек пишет Так, как задавать вопросы? Да сюда и задавайте, пожалуйста Плюс семь девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь, один восемьдесят девять и девять Зачем человек спрашивает, как задавать, если уже написал Далее были вопросы, вот какие Вопрос для двух Маш Привет, девчонки Встала пораньше, чтобы успеть на ваш эфир Спасибо Вопрос, где можно приобрести ваши классные футболки Спасибо большое, хорошего дня Вы знаете, наши классные футболки закончились, но скоро появятся новые Их можно будет приобрести И также на наших концертах, например, в Москве 13 октября в Арбат-Холл И состоится еще концерт в Санкт-Петербурге 7 октября Вот эти два концерта будут приурочены именно к нашему трехлетию Два больших сольных концерта с составом музыкантов В Питере концерт у нас состоится Внимание, в клубе зал Мы там уже неоднократно проводили концерты Билетов в продаже пока еще нет Но на этой неделе мы очень постараемся, чтобы они уже появились в продаже Мне кажется, как-то надо слушателям и зрителям, кто придет, поспешить В портер успеть купить билеты, самые хорошие Ну, кстати, это был вот ответ Алины, которая уточняла по поводу концертов, наверное, в Москве и в Питере Слушайте, помимо Москвы и Питера, опять же, возвращаясь к вашему инстаграмму За которым я внимательно слежу по понятным причинам Вы же не вылезаете практически из аэропорта Вот, вот, Маша вчера правильно подметила Может быть, Маша, не стоит перечислять все города Где можно это все найти, да, кому это интересно А, это можно найти у нас в инстаграм Две Маши офишл, также на наших личных страничках Да, и, конечно же, на нашем сайте Еще можно смотреть Две Маши.ру Вся эта информация о концертах и будет добавляться туда Вот, следующий концерт у нас состоится в Риге 10 августа и 17 августа в Кишиневе То есть мы уже... Мы будем первый раз и там, и там Расширяем границу Поскольку у вас огромное количество городов и огромное количество гастролей Я хочу задать очень оригинальный вопрос Вам удалось отдохнуть чуть-чуть, нет? Вообще, как-то вы находите время какое-то, чтобы как-то перевести дыхание немножко? Ну, вот в плане именно летнего отдыха Как это мне кажется, что мне надо отдохнуть летом Я присоединяюсь, мне тоже надо отдохнуть Еще одно сообщение Доброе утро Вопросом к Машам нет Хорошо Просто пожелание Будьте ведь с вами спокойно и уютно Вы попадаете в самое сердце Юля подписалась Спасибо, Юлечка Спасибо Слушайте, еще хотел спросить по поводу немножечко статистики у песни Басая уже сколько просмотров сейчас? Подходим к 17 миллионов просмотров Мне кажется, вот сегодня вечером уже, наверное, будет, да? Будет, будет, да Доверится слышать такие цифры А у песни Красное и Белое, она стремится туда же? Стремится Где уже оказалась Басая? Знаете, у нас вообще нету такого, как вот у многих артистов Они выкладывают клип и говорят, что вот за день у нас миллион просмотров За два дня, два миллиона Да, такого нету То есть у нас песня начинает постепенно разрастаться, разрастаться, разрастаться И если, например, у Басой там уже, ну, какие-то совершенно невероятные цифры Мне кажется, мы за 3-4 дня уже приближаемся к следующему миллиону То, например, Красное и Белое сейчас 300 с чем-то тысяч просмотров Но Басая также начиналась Да, и то же самое было с Басой Она начинает набирать, набирать обороты Так что я думаю, что миллионы Мы тоже там заработаем А все потому, что ваши песни не однодневки Спасибо Что очень и очень круто Спасибо Давайте уже смотреть клип Давайте Который мы обещали Сегодня и так, друзья, прямо сейчас на телерадиоканале Страна FM Две Маши и песни, которая называется «Красное и Белое» Смотрим и слушаем Поехали Красное и Белое Я букву не договорил Поехали Холодным воздухом бежишь по ладоням Только тебе известны все мои пароли В потоке вечности под кожей пробегаешь Но о самом главном ты так и не узнаешь На тебя запала я, видимо Любовь наша стала невидимой Красное и Белое Я твоя смелая Что же наделала опять? Белое и красное Снова опасная Сегодня ночью не буду спать Красное и Белое Я твоя смелая Что же наделала опять? Белое и красное Снова опасная Сегодня ночью не буду спать Мы поругаемся, затем помиримся Что же ты творишь? Куда мы движемся? Знаешь, как нельзя Я от тебя устала Не хочу видеть их В то же время мало Для тебя запала я, видимо Глаза уставшие И чувства в хлам Красное и Белое Не следи с ума Любовь наша стала совсем невидимой У тебя запала я, видимо Любовь наша стала невидимой Красное и Белое Я твоя смелая Что же наделала опять? Белое и красное Снова опасная Сегодня ночью не буду спать Красное и Белое Я твоя смелая Что же наделала опять? Белое и красное Снова опасная Сегодня ночью не буду спать Холодным воздухом бежишь по ладоням Только тебе известны все Мои пароли Мои пароли Мои пароли Мои пароли Мои пароли Красное и Белое Я твоя смелая Что же наделала опять? Белое и красное Снова опасная Сегодня ночью не буду спать Красное и Белое Я твоя смелая Что же наделала опять? Белое и красное Снова опасная Сегодня ночью не буду спать Друзья, это две Маши Красное и Белое Но это не просто песни Не просто клип Во-первых, они вообще не просто Потому что они волшебные Что клип, что и песни А во-вторых, две Маши Сегодня у нас с гостями Здесь в гостях Здесь в студии телерадиоканала Страна ФМ Машу Шейх Машу Зайцев Доброе утро Доброе утро Слушайте, я уже вам за эфиром говорил Я реально не видел Такого количества сообщений Вообще никогда А у нас отличная аудитория Телефон покраснел Давайте по ним пробежимся Доброе утро Хочу сказать огромное спасибо Машам Как вы относитесь к любви ваших поклонников И далее дополнение Может ли эта любовь быть чрезмерной И еще один вопрос туда же Часто ли вы видите знакомые лица На концертах своих Вот, отвечайте Напомни, да, это там было Как вы относитесь к любви ваших поклонников Как мы относимся Конечно же, мы относимся С такой же любовью к своим поклонникам Как и они к нам Это самая вообще лучшая И большая награда для артиста Что может быть любовь зала Конечно, которую ты любишь С такой же силой Свой зал А насчет знакомых лиц Например, я на наших концертах Очень много уже вижу Знакомых лиц Людей, которых я запомнила Знаю И которые ходят на наши все концерты Более того, они даже Ездят с нами В другие города за нами И, конечно же, ты этих людей Уже знаешь Идентифицируешь Да Ну, это ваши фанатки и фанаты Ну, в хорошем смысле Да, в хорошем Пропустили еще один вопрос Может ли любовь слушателей и зрителей Быть чрезмерной Но, видимо, речь идет о том Есть люди, которые Как-то, может быть, достают Преследуют Вы знаете, пока мы с таким Не сталкивались То есть все у нас поклонники Суперадекватные Взрослые люди Конечно, наверняка Такое может быть Потому что это может быть В принципе Где угодно Ну да Чрезмерная любовь Или внимание С кем угодно Может это случиться Но у нас пока таких Ситуаций не было А мы сейчас от творчества Перейдем к бытовым вопросам Между прочим Очень неожиданно Смотрите, о чем Дили спрашивает Что вы любите есть И кто готовит Люблю Машу Зайцеву Спасибо Тогда Маша Зайцева Отвечает на вопрос Так Я обожаю готовить Это ответ, наверное, на вопрос Ну вот У нас вкусовые предпочтения Совпадают Мы любим Овощи Любим морепродукты Мясо птицу Мы не едим Так что Ну вот как-то так Я продолжу Сыпать комплиментами Не без помощи Наших слушателей Зрителей Машеньки Очень вас любим Благодарны вам За ваше творчество Вдохновение Вашу искренность Настоящие эмоции Которые вы нам Постоян дарите Это не передать словами Огромное спасибо За отношение К вашему слушателю Вот, кстати Да, продолжение Мы это очень чувствуем Мы очень ценим Ждем выхода песни Факты Да Спасибо Можно о ней поподробнее Что за песня Во всем виноватый факт Когда Когда все произойдет Вы знаете У нас есть такая привычка Мы с нашими поклонниками Делимся песнями Даже когда они Еще не вышли В свет Это на уровне задумок Демо каких-то Да Да И на уровне задумок И, собственно Мы выкладываем кусочек И мы поделились Нашей предстоящей премьерой Песни Факты Ее все очень ждут Как и мы Но так получилось Что у нас сейчас Вышло красное-белое Клип Поэтому мы должны были Сделать небольшую паузу Но, друзья Уже совсем скоро Мы надеемся Что в августе Планируем Что она выйдет Примерим Нашу песню Факты Не могу понять Когда вы все успеваете Дорогие Маши Спасибо за выступление В Владивостоке Ждем с концертом И клип Красное-белое Шикарен Спасибо всем Спасибо большое В создании этого клипа Друзья Еще раз Я даже не знаю Есть смысл Наши координаты Потому что все уже Сейчас он перегреется И кажется Замкнет чуть-чуть На всякий случай Плюс 7 909 928 189 Ватсап Вайбер СМС Сообщение Ну и в группе Вконтакте Тоже оставляйте сообщение Хотя на них уже Наверное времени не останется Там тоже очень много Две Маши у нас в гостях Сегодня доброе утро Друзья Скоро к вам вернемся 10.45 в Москве Доброе утро Телерадиоканал Страна ФМ Маша Шейк Маша Зайцева Две Маши Сегодня у нас в гостях Доброе утро Приятно вас видеть Слушайте Я продолжаю читать сообщение Сегодня хорошее интервью Ведущему ничего делать не надо Практически Он просто читает сообщение Дорогие Машеньки Очень люблю ваши песни Спасибо Узнал о вашей группе Практически месяц назад Слушайте Три года это такой Приличный срок Да Часто появляются люди Которые говорят Да я вот только узнала Буквально каждый день Да каждый день Слушатели Поэтому это очень приятно А вот еще вопрос Вы такие просто простые Настоящие И искренне Очень хочу узнать Будет ли Может неожиданный вопрос Продолжение песни Босой Босая Парту Да мы закинули удочку А это не просто так вопрос Это не просто так вопрос Это человек в теме Да это человек в теме Мы закинули удочку Появилась у нас в голове Такая песня Неожиданно Да неожиданно В которой есть строчка Просто слово, вернее Со словом «Босая» Естественно, это будет другая песня, но она будет неожиданная Очень веселая и заводная Так что ждите Но это прям будет «Босая 2»? Нет, но там как бы есть момент В тексте песни, что Человек танцует под песню «Босая» А то есть небольшие пересечения, пусть уже это там получается Ну да, скажем так Я понял, это секрет Но продолжение будет Ну окей, хорошо Когда слышу «Красное и белое», сминаю «Бис» на концерте В Питере 6 мая, когда Маша вышла В красном пальто Это, видимо, какой-то был перпонус Который запомнит, что это было вообще Это было, Маша, правильно говоря, для всех неожиданно Значит, у нас уже закончился концерт Наши прекрасные зрители зовут нас на «Бис» Скандирует «Красное и белое» И я вижу, что на вешалке Висит красное пятно Я просто его хватаю Это оказалось пальто нашей прекрасной Ириной Лонг, которая следила за нашими Прическами Вот, в общем, я выхожу в ее пальто На сцену И начинаем Я не сразу поняла, кто на сцене Да, начинаем петь Опять «Красное и белое» Другая одежда Я думаю, Ирочка не против была Увидеть свое пальто на сцене Ну, судя по отклику у слушателей и зрителей Это запомнилось многим Да «Привет, Маша, вы волшебницы» Пишет Аленка и продолжает «Не так давно имела счастье познакомиться с вашим творчеством» Вот опять тот же самый случай, да? Это был глоток чего-то свежего и вкусного С удовольствием увидела и услышала бы вас у нас в Бишкеке Не были вы в Кыргызстане? Пока нет Планируете? Надеемся, что будем Мы с удовольствием Ну, Алену можем обнадеживать Да, правда? Мы хотим, на самом деле, везде, где нас ждут И люди часто пишут А почему вы не едете туда-туда-туда? Но это не потому, что мы не хотим А потому, что есть организаторы, собственно Которые нас приглашают в тот или иной город И мы, собственно, едем Я думаю, это дело времени Да Ну и вообще Все как-то надо успеть это сделать Конечно Когда временные рамки ограничены Ну и, собственно, Алена, вопрос есть Сталкиваетесь ли вы с негативом в ваш адрес? Ну, как-то тоже крайне резко, мне кажется Ну, имеется в виду, конечно, не концерт, наверное Скорее всего, социальные сети, да? Комменты какие-то в Ютубе, да? В Инстаграме и так далее Ну, всякое бывает Мне кажется, тоже ко всем относятся людям Ну и их, скажем так, вообще меньшинство Каких-то негативных комментов Радует то, что их мало Но я хочу сказать, что мне только жалко таких людей Потому что они, видимо, не от лучшей жизни Пишут какие-то неприятные вещи Поэтому остается их только пожалеть И пожелать им любви Слушайте, ну вот таких же людей Всего можно поделить на две категории, мне кажется Это люди со здоровой критикой, да? Ну, которые совершенно здравы, да? Да Которые можно прислушаться Обратить на это внимание А есть вот так называемые хейтеры Которые, да, бездумно Которым делать нечего Люди, которые ничего не делают Сидят на диване и просто ради прикола Пишут всякие гадости Но их прямо очень мало Если так смотреть То ничтожное количество Слушайте, у нас остается полторы минуты буквально Давайте От творческих планов Ну, а концерт я хотел, чтобы вы напомнили тоже еще Да, ждем всех на наш день рождения Который состоится 13 октября А вот, кстати, извини, Маша, я перебью 13 октября, это прямо официальный день рождения двух Маш Или как? Это дата как-то отмечена? Нет, это не Или это плюс-минус? Да, 13 октября, Москва, Арбат-Холл, большой сольный концерт И седьмого... Билеты в продажи И седьмого октября в Санкт-Петербурге Билеты в продаже еще нет, но скоро появятся Следите за новостями на наших социальных страницах Например, Две Маши офишил в Инстаграм Ну и там же можно найти огромный список других городов В Москве и Санкт-Петербурге Где тоже будут гастроли В Риге, опять же, да? В Риге, да В Риге 10 августа у нас предстоит Слушайте, ну огромное количество сообщений Я даже, наверное, не успею их уже прочитать Потому что у нас осталось буквально 30 секунд Восторг, красота и все позитивные эмоции Примеры, которые существуют Все они прозвучали в ваш адрес И продолжают высыпаться сообщения Мне кажется, сообщений 40 мы получили Это вот прям... И все с разных номеров Да, что примечательно Друзья, спасибо за ваши вопросы И за ваше внимание огромное Я хочу вам сказать большое спасибо Тот случай, когда вот эти вот 45 минут Пролетели как 3 минуты Маша Шейк, Маша Зайцева Две Маши сегодня были у нас в гостях Придете же еще скоро С удовольствием Спасибо огромное Будем ждать Хорошего дня Пока Утро страны На телерадиоканале Страна.ФМ